Два поражения в двух домашних матчах. С такого результата футболисты Крыльев-Советов начали новый сезон в российской премьер-лиге. Однако в команде не унывают, ведь футболисты с каждым матчем действуют увереннее и качественнее, а потому победы лишь дело времени. Подробнее о первых играх в чемпионате в следующем сюжете. Крылья Советов свой путь в премьер-лиге в этом году начали матчем с Ахматом. Весной команды встречались в полуфинале Кубка России. Тогда победителя не смогли выявить в основное время, лишь в серии пенальти. Игру чемпионата соперники активно начали сразу, без раскачки. Самарцы могли открыть счет, но допустили ошибку и пропустили первыми. На шестой минуте отличился Даниил Уткин. Быстрый гол немного выбил хозяев из колеи, а гости стали качественно играть по счету и развили свое преимущество. На 20-й минуте отличился Мохаммед Канате. Игра сразу же пошла по сценарию команды гостей. Мы, наверное, в чем-то сами виноваты, но позволили провести такую быструю атаку с наших ошибок. И играть с командой Ахмата дальше было сложно, потому что она умеет прессинговать, умеет оказывать давление, особенно играя по счету. К сожалению, дальше мы еще и второй гол пропустили. Насколько он логичен, не знаю. Но все-таки в этот момент, наверное, мы уже хуже контролировали игру. После перерыва Крылья вышли с новыми силами и старались вернуть интригу этому матчу. На 48-й минуте голкипер Грозненцев справился с ударом Сергеева, а вот добивание Сарвели отразить не смог. 1-2, самарцы сократили счет. Дальше хозяева продолжали атаковать и создавать опасные моменты у ворот соперника, но забить так и не смогли. Ближе всех голу был Иван Сергеев, но попал в штангу. Новый сезон Крылья начали с поражения. Был план второй тайм продолжить прессинг, но просто не все планы сбываются. Еще раз я отмечу качественную игру Крыльев, которая всегда в футбол играет. И последние 15 минут я увидел вариант Б у Крыльев, когда они больше подгружали. То есть понятно, что все команды развиваются. Во второй встрече самарцам предстояло не менее серьезное испытание. В гости приехал московский «Спартак». У столичной команды в первом тайме мало что получалось. Самарцы качественно действовали в обороне. Но все же моменты возникали у обоих ворот, однако забить команды так и не смогли. Не все матчи проходят гладко. Сегодня, повторюсь, соперник играл очень хорошо. Особенно в первом тайме. Играли компактно. Особенно в центральной зоне. Перекрывали зоны. Тем самым вызывали сложности у нашей группы атаки. В середине второго тайма судья только с помощью ВАР определил игру рукой в своей штрафной со стороны самарского защитника. Александр Соболев с 11-метровой отметки был точен, но праздновать гол бывший игрок Крыльев не стал. Отыграться в оставшееся время у самарцев не получилось. Итог поражения 0-1. Мы настраивались на этот матч очень хорошо. И по самоотдаче ребят, по тому, как мы выдержали всю игру в плане плотности игры, в плане организации оборонительных действий, у меня мало претензий к ребятам. Конечно, создавались моменты у наших ворот. Какие-то были. Но мы играли с возможностями самим выходить в атаку. И достаточно много таких эпизодов было. После двух домашних поражений Крылья Советов проведут первую выездную игру. В Туле против местного арсенала, в активе которого также два поражения. Набрать первые очки в чемпионате соперники постараются 7 августа в 18 часов 30 минут. Сразу три медали завоевали самарские спортсмены на Олимпиаде в Токио, которая еще продолжается. Успеха добились в командных соревнованиях в теннисе и фехтовании. О новых спортивных героях региона расскажем в следующем материале. Спортсмен Павел Сухов принес первую олимпийскую медаль для Самарской области. Он помог сборной завоевать серебро в командном разряде фехтовании на шпагах. Сначала в четвертьфинале мужчины одолели итальянцев 45-34. Павел нанес 12 точных уколов. А в полуфинале россияне справились со сборной Китая 45-38. На счету Сухова 14 результативных действий. В финале шпажистам предстояло сражаться против хозяев сборной Японии. На протяжении всего финала россияне уступали в счете и никак не догоняли соперников. Не помогли и 15 уколов от Павла Сухова, который стал самым результативным в команде. Итог поражения 36-45. Право первой медали у Павла Сухова мог перехватить гребец Александр Визовкин. 30 июля утром он вышел на старт финального заплыва в одиночном разряде. Александр большую часть дистанции в 2 километра держался рядом с лидерами. Но все же отстал ближе к финишу и занял пятое место. Медали могли завоевать еще дзюдоистка Дарья Межецкая и прыгун на батуте Андрей Юдин. Но сборная России под дзюдо в командных соревнованиях заняла четвертое место. А Андрей в финале показал лишь шестой результат. А вот Анастасия Павлюченкова и братья Бородачевы из Токио вернутся не с пустыми руками. Враженка Самары завоевала золотую медаль. Вместе с Андреем Рублевым они стали чемпионами в теннисном турнире в смешанных парах. В финале дуэт обыграл другую российскую пару Елену Яснину и Аслана Каратцева. А братья Кирилл и Антон Бородачевы помогли мужской сборной России по фехтованию на рапирах выйти в финал, где уступили французам 28-45 и получили серебряные медали. На пути к наградам россияне обыграли сборную Гонконга, в составе которых был олимпийский чемпион личного турнира 45-39, а также сборную США в полуфинале 45-41. В Самаре прошла фестиваль регата памяти Владимира Высоцкого. Это ежегодное соревнование в области парусного спорта провели уже в 21 раз. Ранее регата в честь советского барда проходила только в столице 63-го региона. Но в этот раз старт дали еще в четырех российских городах. У берегов Волги состязались более 20 яхт. Им о победителя знает наш корреспондент. Белеет парус совсем не одинокий. Это регата. 21-й всероссийский фестиваль парусного спорта имени Владимира Высоцкого. Сегодня объединяет пять городов. С нами Тольятти, Владивосток, Сочи и впервые Калининград. Он не пропустил ни одной регаты памяти Высоцкого. Флаг с портретом великого барда с самой первой парусной гонки, которая состоялась в начале нового тысячелетия, в 2000 году. Капитан яхты Мистраль-5 Валерий Паух бережет трофей, как зеницу ока. Говорит, он мотивирует на старте и, очевидно, приносит удачу. Все говорят, что умер Джо Досен, но все молчат, что умер наш Высоцкий. Вы помните, это 80-й год. Парусный регат в памяти Высоцкого в своей группе мы занимаем первые и вторые места регулярно. Сегодня погода великолепная. Я думаю, что все будет здорово. Старт! Безмятежный вид со стороны – наивная иллюзия. Между экипажами назревает нешуточная борьба. Мечта, 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 мечта! Мечта! Более 20 судов идут маршрутом «Ладья» – загородный парк ЦСК ВВС «Ладья». Это порядка 10 морских миль, то есть почти 18,5 километров. В этом спорте непредсказуемость фортуны ощущается максимальнее всего, рассказывают судьи. Победить может абсолютно любой участник. Это и удача, и слаженность работы экипажа. Это может быть любая яхта, не только самая быстрая по ходовым качествам. Это может быть яхта. Были случаи, когда побеждали яхты не самые быстроходные. В воле случая у нас здесь все зависит от погоды, от ветра. Сегодня ветер хороший. Впервые регата памяти Владимира Высоцкого прошла именно в Самаре 21 год назад. Организатором выступил Самарский центр музея Владимира Высоцкого при поддержке регионального министерства спорта и туризма. Идея настолько понравилась любителям парусного спорта, что сегодня фестиваль охватывает сотни поклонников творчества советского поэта, музыканта и актера в разных уголках страны. Единный вдохновитель данной регаты в Севу Тханчин, яхтенный капитан, мой отец, на протяжении 21 года регата проходит в один и тот же день, в день памяти поэта. 25 июля, вне зависимости от погодных условий, яхты устраиваются на берегу и в белых парусах звучит музыка Владимира Высоцкого. На регате разыграли призы, медали, переходящие кубки губернатора Самарской области и главы городского округа Самара. А экипажу-победителю вручили кубок чемпиона и денежный приз. На этот раз победу одержала яхта Galaxy капитана Самарца Андрея Бирюкова. На этом все. Больших побед вам. Удачи!